Добрый день, друзья! С вами Евгения и вы на моем крымском канале. Друзья, приглашаю всех, кто еще не подписан, подпишитесь на мой канал, потому что меня очень много смотрит людей, не подписаны. Друзья, сегодня у нас продолжение темы. Тема серьезная, неразвлекательная о тех людях, которые решили в своей жизни такие большие перемены сделать, переехать на постоянное место жительства в Крым. Мы год назад переехали на постоянное место жительства, построили небольшой пристрой 40-метровый к дому и восстановили старый дом. Постройка очень такая, 62-го, по-моему, года. В общем, сделали капитальные ремонты. Ну, в общем-то, уже за год жизни я могу что-то вам рассказать, потому как еще 25 лет я ездила сюда на дачу. Ну, это были все... В общем, приехал и уехал, как говорится. Зиму я первую зиму целиком жила, не выезжая. Много вопросов по бюджету возникло. Первое видео о бюджете, потому что деньги это самое, как говорится, насущное. Все-таки, вы знаете, надо иметь достаточный доход, чтобы жить. Ну, я думаю, что вы в любой бы город переехали, вам нужен был бы достаточный доход, потому что на очень маленькие пенсии, конечно, везде сложно жить и на месте, где вы живете. Тем более такое сложное дело, как переезд. Поэтому вот это все, раскладку я в первом видео сделала. Что, сколько, чего мы тратим. Другие люди могут тратить семьи меньше, если у вас квартира. Когда дом, сразу возникает множество всяких ремонтов. В общем, я сегодня расскажу о семье, в общем, людей, которые, в общем-то, в принципе, не работают. Пенсионеры. Потому что мы вышли на пенсию, и я вот как бы, я рассказываю ни на что не претендую. Только то, что я, ну, сама ощущаю, как я думаю, и как наша семья с этим совсем вживается и справляется. Итак, вы решили переехать. Местоположение. Это первое. Сегодня, значит, мы решаем вопрос с жильем. Местоположение огромную роль играет. Друзья, одно дело, южный берег Крыма, где я живу. Я живу в самом эпицентре Алубка, рядом Семеиз. И это довольно дорогое место, так же, как Ялта. Еще раз напоминаю, что южный берег Крыма, субтропики, средиземноморский климат. Этот промежуток южного берега от Гурзуфа до Фороса. И, конечно, здесь все немножко подороже, жилье и все. Если это вдруг какой-то степной Крым, я, конечно, там не жила, ничего сказать не могу. Скажу только, что климатически, конечно, южный берег, это вообще ни в какое сравнение не идет. Потому что степи, это южный берег, там немножечко похолоднее. Если это степной Крым, где-то там, я не знаю, ну, Бахчисарайский район вот может быть. Конечно, там вот блогеры многие пишут, там намного дешевле и построиться, и купить что-то в маленьких городишечках, вот этих деревеньких, поселках, это тоже как бы дешевле все. Дорогие вот эти южный берег, это Гурзуф, Месхор, вот это Алубка наша. Алубка, наверное, самая дешевая из всего южного берега. Она, во-первых, очень большая, длинная. Семьи с дорогой, дальше Форос. Ну, на Форосе там уже заканчивается как бы южный берег. Значит, три варианта переезда. Первое, это вы приезжаете на время, только на два месяца. В самое плохое время советую приехать. Не летом, потому что летом, знаете, тут один сплошной праздник. И все немножечко и дороже, и фрукты, и все, потому что курортники. Надо приехать, когда зимний или осенний месяц, весенний может быть, когда народу мало, и вы посмотрите, климатически устроит вас или нет. Почему на два, на три месяца? Потому что строить свою жизнь, допустим, переехать и жить на съемном жилье, это, ну, во-первых, надо бюджет очень большой иметь. Потому что на южном берегу 25-20 тысяч, ну, может быть, даже за 15 можно снять, не в сезон. То есть с октября по май. В мае, в середине мая вас попросят с квартиры. Это, знаете, ну, общее место практически. Ну, конечно, исключения бывают, может быть, нарветесь, как говорится. Но летом будет большая проблема, потому что летом только посуточное жилье. И это очень дорого. В месяц это уже вам встанет. Если это квартира, ну, сейчас квартира 2,5, чуть не 3 тысячи. Может, это я все рассматриваю побережье. Если это где-то маленькие глухие местечки где-то не на берегу, там, конечно, можно и дешевле все. То есть съемное жилье, это временно, на пару месяцев приехать, просто посмотреть. Итак, покупка жилья, это второй пункт. Покупка, вот вы решили все-таки купить жилье. Опять, местоположение огромную роль играет. У нас большие города на южном берегу. Это все-таки Ялта, Севастополь. Я рассматриваю, Севастополь уже не южный берег. Ну, вот, допустим, это Ялта, Севастополь, Симферополь. Большой город, не на море Симферополь. Это для тех людей, а лучше-то еще. Для тех людей, кто все-таки хочет, может быть, подрабатывать, может быть, у вас какой-то бизнес вы собираетесь вести. Конечно, лучше, наверное, тогда жить в больших где-то городах. Хотя, вы знаете, 20-25 минут на машине ехать. В общем, от меня вот Ялта 25 минут. Тоже, в принципе, можно здесь жить. Я знаю людей, которые бизнес ведут здесь, в Алубке, а домой ездят в Севастополь. Такой вариант тоже может быть. Но мы сейчас рассматриваем людей, которые все-таки не планируют работать. Они с хорошим остаточным доходом. Ну, таким, достойно. Итак, по бюджету, по покупке квартиры или даже дома. Вот, то есть, если у вас до 5 миллионов бюджет, 5 миллионов, допустим, есть, то это все-таки можно еще что-то купить. Хотя, сейчас вот за 3,5-3,3 миллиона соседей продавали. Я думаю, что такого жилья уже почти нет. Это старое довольно жилье, которое, в общем, ну, какого-то ремонта требует. Ну, в принципе, можно заехать и жить. Если у вас бюджет уже от 5 миллионов до, наверное, 14-12, то вам уже легче будет выбор сделать. И этого больше, этого предложения просто. Ну, а с 15 миллионов там уже и без меня разберутся люди. Это другая совершенно категория. Мы рассматриваем людей таких обычных, средний примерно класс. Сейчас в связи с приходом России увеличилось количество людей вообще, желающих переехать. Потом, значит, мы берем еще, если это люди с Северов откуда-то, Тюмень там всякая, там где хорошие деньги, хорошая зарплата. Для них, конечно, наверное, проблемы особенно не будет. Потом мы же все-таки к пенсии за жизнь, друзья. Вот меня спрашивают, вот откуда, чего. Ну, ведь мы же работали всю жизнь, много трудились. Что-то ведь у нас накапливается. Мы же не 20-летние люди. Поэтому какие-то накопления. Может быть, продажа квартиры на материке, покупка здесь. Но про удаленность сразу скажу, друзья. Тут это целая тема большая. Я, наверное, в климате буду рассказывать. У меня будет тема такая. Близко от моря, в двух словах, близко от моря жить плохо. Вы же не отдыхать приехали. Это если вы приехали, вам, конечно, надо, чтобы легла и ноги в море были. Это прекрасно. Удобно, не надо ходить. Но когда вы живете зиму, вот это ветра, это влажность постоянная. Хотя у нас климат прекрасный, сухой. Здесь сухая жара на южном берегу. Я живу, у меня по гуглу вот так 800 метров. Но если вот идешь по этим дорожечкам, ну, где-то километр, наверное, получается пройти надо. Может, меньше даже. Я что-то как-то не считала. В общем, я иду 15 минут спокойным шагом до моря. И, конечно, здесь не ощущается ни сырости, никакой, ни противного. То, что там ржавеет. Все, я же вижу на пляже, там эти эллинги стоят, что там делается. У нас этого нету. Здесь более комфортно. Для постоянного места жительства не надо жить. 300 метров от моря тяжело будет. Влажность, потом дышать очень у многих легкие. Тоже, знаете, холодный воздух сырой еще. А здесь этого нет. Вот чем дальше от моря, ну, в пределах километра-то это вообще сказочно. Про Севастополь скажу. Мне очень нравится Севастополь. Если вы активно и хотите немножко еще работать, то Севастополь, конечно, очень симпатичный городочек. Мне прям... В Ялте тоже работа есть, но Ялта для жизни невозможна большую часть года. Потому что туристы, они с ранней весны, они на Новый год приезжают. Знаете, это будет слишком, опять, с удалока большая. Транспорт по городу проехать невозможно. Там пробки страшнейшие. И третий вариант. Вы строите дом. Самое, к чему я подбираю, самое предпочтительное. Если у вас есть силы, есть деньги, есть энергия на это. Потому что это не просто построить дом. Это не просто в наших условиях. Ну, допустим, вы купили кусок земли какой-то. Если это, опять же, вот уже, я думаю, что вот ближе к морю, наверное, уже вообще сложно что-то купить. Очень дорого, наверное. Даже как бы я не знаю. Вот мы построили пристрой. У нас была усадьба. Старые постройки. Функционирующие, хорошие. Просто потребовавшие ремонта через 20 лет. Между прочим, мы купили 25 лет назад. Здесь приобрели. И все это просто реставрировали. А до этого стояло особенной даже реставрации никакой не было. Потому что мы приезжали, уезжали. Мы же работали. Дети росли. В общем, не до этого. Только год назад мы построили пристрой небольшой. Я противница больших сумасшедших этих метражей. Если вы строите дом, опять же, местоположение на южном берегу. Немножко подороже будет строить. Вот ездила в Симферополь, смотреть под Симферополем дом 100 квадратов. Когда мы выбирали, вообще нам надо было решить, какой это будет дом, какое это будет строительство. Итак, СИП-панели. Это такие ОСБ прокладки между ними. Не прокладки, а такие пластины между ними прокладка пенопласт. Сейчас про этот дом вот это вот я расскажу. Почему не каменный? Потому что каменный дом более сложно протапливать с отоплением тут. Ну вот все-таки еще я коснусь места. Итак, значит, я цену скажу, но это было год-полтора назад. Итак, значит, дом 100 квадратов у людей. Одноэтажный. Поле. Стоит вот этот дом. Прям домики-домики. Уже такой типа поселочка. Дорога рядом. И, в общем-то, и магазины все очень удобно. Мы посмотрели, что вполне. Значит, такой дом миллион восемьсот стоил. Без, я так поняла, без особой отделки. Но все уже коммуникации, все подключено. Я считаю, что это прекрасно вообще. Прекрасно такой. Но это Симферополь. Это до моря-то, извините, там ехать нужно. Теперь о своем доме скажу. Значит, мы построили, ну, не дом, а пристрой к дому, к старому. Потому что 22 метра бабушка жила. Такой малюсенький. Малюсенькие две комнатушечки. Конечно, нам с мужем тесно. Мы же постоянно тут уже на постоянное место жительства. Наш дом обошелся примерно миллион триста. Вот это вот строительство. Плюс мне построили еще кладовую комната. Теперь это комната. Вообще просто, ну, хорошие строители были. Очень профессионально все сделано. И потом мы доделали еще капитальный ремонт старого дома. Это в прошлом году уже осенью. Не в прошлом году, осенью прям делали. Вот, и я считаю, что это не очень большие деньги. Вот со всей набивкой вот все. Мы купили новую мебель, заказали. И поехали зачем-то в Москве это все заказывать. Вы знаете, это все на месте сидишь, заказываешь, тебе все привозят. Каталоги никуда не надо ездить. Совсем за все про все. Я думаю, что два миллиона, наверное, с мебелью совсем, наверное, ну, может, чуть больше вышло. И я точно, если кому-то очень нужно, а может быть, я даже отдельное видео прям там с раскладкой со всей сделаю. То есть, смотрите, это другие деньги-то получаются, чем готовая покупать. Теперь, какое строительство предпочтительнее? Значит, что я в год прожила, вам скажу, сип-панели, тоже боялись. Это очень теплый дом. Он, правда, у меня смотрит на юг, конечно, вот эта большая комната огромная. Мы студию построили у меня слева. Вот здесь вот кухня, здесь гостиная, зал, зал гостинный, мои инструменты музыкальные, у меня тоже место занимают. И огромнейший диван для удовольствия. И тут сидеть спокойно, читать, смотреть кино. В общем, у меня все это уместилось, и прекрасно мне эти 40 метров. И спальня там еще 15 метров, еще есть вот эта душевая. Если будет интересно, я сделаю вообще такую экскурсию по дому. Как можно компактно на 60, наверное, 60 метрах, ну, может, 62, там чуть побольше, как можно все это уместить? Значит, у меня еще, я забыла рассказать, что у меня маленькое помещение, это моя мастерская, потому что я занимаюсь различными рукоделиями, я много шью, и мне нужно вот это все, материалы все где-то же держать. Заказали мебель, это все вообще без проблем. Итак, значит, сип-панели. Думали, может быть, из газобетона вот эти вот большие кирпичи строить, и все-таки решили, что дом стоит на сваях, там все продувает, все обрабатывали при мне. Команду выписали из Москвы, потому что местные работники, не хочу ругать, но это люди такие безответственные часто, нанимаешь, они деньги получили, и все, и нету их. Вперед ничего платить нельзя, только за сделанную работу. Мой муж сам все закупками занимался, хотя у нас были серьезные люди, команда. Если кому-то надо, то я, все контакты, телефоны, все хорошие. Это семейная большая бригада. Это папа, его сын, его зять и один нанятый работник. Четыре человека. Они жили у нас прямо в наших домиках здесь зимой. Ни разу не напились, я не видела, ни разу ничего не сорвали. Ну, вот, примерно, наверное, все сказала. Примерно и по суммам. Вот, друзья, ну, если что-то... Я ограничена временем, у меня 15 минут на Ютубе, я больше не могу. У меня не пропускает просто. Ну, а с вами, друзья, как всегда была Евгения. Задавайте вопросы, мы потом сделаем ответы на вопросы. И там уже что-то я подробнее раскрою какие-то. Тем, может быть, я что-то упустила. Спрашивайте. Ну, и до новых встреч. Следующий фильм мы с вами рассмотрим медицину на Южном берегу. Субтитры сделал DimaTorzok